МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В то же время в среду на Донбассе были ранены двое украинских военных. За прошедшие сутки режим тишины нарушался более 40 раз. Контрольно-пропускной пункт Майорская могут закрыть. Такое заявление сделали в штабе операции объединенных сил. Дорожный коридор Горловка-Бахмут – один из основных гуманитарных коридоров. Ежедневно линию разграничения здесь пересекают около 10 тысяч человек. Гарантировать их безопасность становится все сложнее, говорят военные. Обстрелы КПВВ не прекращаются. В результате последнего, 9 августа, на территории пункта пропуска была повреждена инфраструктура и частично разрушены защитные объекты. Горловка-Бахмут – один из главных гуманитарных коридораций. Горловка-Бахмут – один из главных гуманитарных коридораций. Наркоторговля онлайн. Мариуполь заполонили рекламные граффити. По указанным на них сайтам предлагают купить технику. Но, как оказалось, это шифр для тех, кто в поисках очередной дозы. Как продают наркотики в открытом доступе? И можно ли бороться с интернет-наркоторговлей? Валерия Семичихина выясняла. Шишки-бошки в фен ниже адрес интернет-магазина, где все это можно купить. Такая, на первый взгляд, обычная реклама красуется на мариупольских зданиях, гаражах и асфальте. И в последнее время надписей становится только больше, заметила 19-летняя София. Больше всего я вижу надписи, когда спускаюсь на спуске к морю на левом берегу. И там они очень маленькие, и их очень много. Но тревогу забили общественники. Утверждают, рекламируют уличные надписи вовсе не технику, а наркотики. И работают указанные сайты в открытом доступе. В этом убедились и мы, проведя эксперимент. Этот сайт мы увидели в одном из уличных объявлений. Зарегистрировались на странице и отправили сообщение. Через минуту нам ответили. Вот мы нажали на прайс. Тут нам предлагают амфетамин. Говорят, без вредной бодяге. За один грамм просят 350 гривен, а вот два грамма уже дешевле 600. Схема продажи наркотиков по интернету не новая, рассказывает Александр. Он был наркозависим 14 лет. И сам покупал таким образом очередную дозу. Говорите номер банкомата, сумма какая вошла. Вам потом приходит смс. Приходит фотография. Вот, к примеру, район. И вот так вот дерево. Вот раз фотографировано дерево. И на фотографии крестик, где оно лежит. Оно закопанное. Опять же, закопанный пакетик, замотанный изолентой. Нам оплатить заказ наркоторговцы предложили через систему интернет-кошелек. Для подтверждения попросили сбросить фоточека в мессенджере. Вычислить дилера, который вышел с нами на связь, невозможно, говорят в полиции. Сайт, на котором он в открытую торгует наркотиками, зарегистрирован в Российской Федерации. Так что к ответственности привлечь можно разве что авторов дворовых надписей. От наркозависимости Александр избавился 4 года назад. Он хорошо знает, к чему приводит употребление наркотиков. Они не только разрушают психику, говорит мужчина, но и часто становятся причиной смерти. Валерия Семичихина, Нестор Бондаренко, Елена Уланова и Сергей Чакрыгин. Телеканал Донбасс. Магнитные бури вновь накрыли землю. Уже сегодня эксперты фиксируют активность Солнца. Продолжится она несколько дней. В этот период возможны недомогания у метеозависимых людей, предупреждают медики. Как влияют геомагнитные возмущения на организм человека? Как уберечь себя, расскажет Елена Успенская. Ноги у меня, гляньте, по ногам сразу чувствую. Ноги начинают щипать и чесаться. А потом еще и голова побаливает. Так пенсионерка Нина Константиновна переносит магнитные бури. Они уже обрушились на Украину. Сегодня и завтра, по словам экспертов, метеоколебания средней тяжести. Перебоев в работе техники не предвидится. А вот метеозависимым людям стоит подготовиться. Магнитная буря даже малой интенсивности способна негативно влиять на организм человека, предупреждают медики. В этот период обостряются хронические заболевания у диабетиков и гипертоников. Во время магнитных бурь возникают вспышки на Солнце. И поэтому люди так реагируют. Возникают головные боли, головокружение, тошнота. Человек может быть раздражительным, нервным. Под воздействием магнитного поля эмоциональной нестабильности подвержены даже здоровые люди. Просто когда происходят магнитные бури, те реакции, которые у него были бы и так, станут более выраженными. У Елены Николаевны во время усиления активности Солнца всегда под рукой лекарства. Медики рекомендуют во время магнитных бурь не налегать на тяжелую, жирную и острую пищу. Исключить алкогольные напитки и больше отдыхать. У людей с хроническими заболеваниями в период жары и магнитных бурь, им поэтому нужно заблаговременно приготовить препараты, которые они принимают, не запускать лечение и сократить время пребывания на улице. Лучше обезопасить себя и взять отгул или выходной и переждать дома. Продлятся магнитные бури до 21 августа. Елена Успенская, Владимир Краснов, Телеканал Донбасс. Тугоухость четвертой степени. Серьезнее только полная глухота. С такими осложнениями человек может отдаленно слышать разве что звук отбойного молотка или самолета. У четырехлетней Маши из Харькова проблема развелась после перенесенного менингита. Будет ли девочка разговаривать, остается большим вопросом. Ее история в нашем сюжете. И я еду на машине. Чтобы разговаривать со своей четырехлетней дочерью, Елене пришлось освоить язык жестов. Приветствия, знакомства, добрый день, здравствуйте. Самое такое элементарное, чтобы хотя бы нужно было понять, как что. Еще совсем крохой Маша перенесла тяжелое заболевание – менингит. Из-за чего потеряла слух практически полностью. Белым выделена тут область, речевой диапазон человека. Максимально это 60-65 децибел. Это сила звука обычной речи. У Маши потеря слуха 80-90, на некоторых частотах и более 90 децибел. Без аппаратов она может слышать только крик в самое ухо. Окружающий мир девочка воспринимает только зрительно. Общаться с другими людьми не может. Единственная ее компания – старший брат Коля. У мальчика тоже проблемы со слухом. Аппарата, выданного государством, ему оказалось достаточно, чтобы адаптироваться в обществе. У Маши ситуация куда сложнее. Здесь видно очень большая потеря слуха, как нам доктор сказал. И нужны очень сильные аппараты. Я одна, и мне тяжело. А сумма, стоимость аппаратов очень большая. И как бы я просто не потяну. Сверхмощные устройства с индивидуально изготовленными вкладышами девочке предоставил штаб Рината Ахметова. Адресную помощь уже получили более 5,5 тысяч детей. Большое спасибо фонду Ринату Леонидовичу. Моментально среагировали. Слаженная работа. Вообще, честно говоря, неожиданно. Даже еще от шука немного не можем отойти. Мы надеемся, что все-таки мы будем слышать. Первая настройка аппаратов для Маши непривычна. Это как после полной тишины вдруг оказаться в очень шумном месте. С каждым днем она будет все больше привыкать к окружающим звукам. И со временем научится их повторять. Как будто она родилась и начала заново слышать хотя бы год, чтобы больше стал словарный запас. С аппаратами она, я думаю, сможет смотреть и мультфильмы, и слушать песни, а не только смотреть картинки на экране. Теперь мир для Маши заиграет новыми звуками. И она будет жить, как обычный ребенок. Инна Желенко, Анна Бравко, Игорь Лукашев для телеканала «Донбасс». Кому кризис, а кому и выгода. В Турции резко упала местная валюта. А значит, подешевеют сырье и рабочая сила, прогнозируют эксперты. Значит ли это, что на турецкие пуховики, платья и обувь на украинских рынках снизят цены? Выясняли наши корреспонденты. Последнее, что привезла из Турции. Комплекты с шортами, с капри, брюки. Екатерина разбирает новую партию товара, который купила дешевле, чем в прошлый раз. Один из турецких производителей немного снизил цены. Киевлянка надеется, что так поступят и другие. Вроде как намечается кризис. Будет дешеветь сырье, будет дешеветь рабочая сила. И ожидаем понижения процентов 15-20. Это очень хорошее будет снижение цены. Сниженные цены на турецкие товары украинский покупатель скоро увидит разве что у мелких оптовиков. Ведь крупные торговые сети подписывают контракты о поставках на год вперед. Однако продавцы одного из столичных рынков не уверены, что им достанутся подешевевшие турецкие товары. Значение имеет то, что это первые руки, вторые или третьи. Понимаете? Оттуда привезли в Одессу. С Одессы везут Киев. Это только прибывший товар. У турков цена на него пока не поменялась. Они не увеличили, не уменьшили. Только сказалось на моей. Потому что я уплатила дважды дороже за растамушку. И в Турции на местную лиру расчет не переводят. Там долларом все продается. Долларом 2 доллара, 2 доллара. Как можно подешеветь? Заметно только, что снизили цены на несезонную одежду. Например, когда сезон продавали 3 500, ну сейчас можно где-то 3-2 500 продавать. Курточку, да? Да. Там и закупка сейчас дешевле. Остальная продукция у поставщиков в основном наоборот подорожала. Вот эта рубашечка, если в начале лета была 8 долларов, закупка теперь она уже 9 долларов. Закупка в связи с растамушкой, в связи с доставкой, все дорожает. По словам аналитиков, цены на экспортные товары зависят от рынка, на котором их продают. Поставщики одежды в Украину исходят не из того, сколько она стоит в Турции, а из того, за сколько они смогут продать ее здесь. Если из-за удешевления закупок у них появится возможность получить большую прибыль, они будут в этом только заинтересованы. Где живет доброта? Краматорские зоозащитники проводят флешмоб, приуроченный ко Всемирному дню бездомных животных. Он отмечается в третью субботу августа. Волонтеры и активисты призывают обратить внимание на проблему бездомных животных и их трагическую судьбу. Готовы ли помогать четвероногим краматорчане? Мария Сергеева знает. О бездомных животных пенсионерка Людмила Яковец заботится уже больше 10 лет. Подкармливает молоком, крупой, ливерной колбасой. Следит, чтобы у четверолапых всегда была вода. Говорят, ой, как ты любишь животных. Они в любви дела, в сострадании. Они же тоже живые существа. Тоже ж... О, водичку. Вот не было водички. Идем, попей. Краматорчанка признается, соседи поначалу не желают, видеть в своем дворе бездомных животных. Потом привыкли и теперь сами иногда приносят для них еду. Мне даже крупы отдают. Там старые крупы. Там одна бабушка, она с первого подъезда, и бульон отдает собачка. И будем киси кормить, да? Годовалого Глеба мама начала приучать заботиться о бездомных животных. Едва малыш начал ходить. Кормим мы уже на три месяца как начали ходить. Потихоньку, за ручку. Сейчас он бежит сам и уже может держать пачку с кормом. Ему очень большое удовольствие это доставляет. Хочу, чтобы он вырос хорошим, добрым человеком, который кормит и помогает животным, а не палкой бьет. А недавно Глеб стал одним из первых и самых маленьких участников флэш-моба, где живет доброта. Краматорские зоозащитники проводят его ко Всемирному дню бездомных животных. Главное условие – разместить в соцсетях фотографию, на которой ребенок помогает с четверолапым. Очень приятно смотреть на такие кадры, потому что детки с самого детства понимают принципы гуманности, милосердия, ответственности. Это очень здорово. Организаторы обещают – призы получат все участники флэш-моба. Бездомные животные на улицах городов – это наша с вами ответственность. Мы хотим поощрить каждого человека, который подкармливает бездомных животных, кто ставит им водичку в такую жару. В регионе количество бездомных животных сейчас не отслеживается, говорят зоозащитники. Но надеются, что ситуация уже вскоре изменится. Краматорские чиновники приняли городскую программу регуляции численности четверолапых, в рамках которых их стерилизуют и чипируют. Мария Сергеева, Максим Кривошенко, телеканал «Донбасс». На этом выпуск завершен. Будьте в курсе событий вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова